Ну и финальный вопрос. Тебя заставили все это сказать? Конечно же заставили. Друзья, сегодня мы встречаем нашего клиента из Москвы. Человек, вопреки убеждениям того, что в Москве автомобили больше и дешевле, заказал подбор именно в Санкт-Петербурге, понимая, что здесь меньше и пробеги, меньше жулья, и, наверное, он все-таки рассчитывал на нашу качественную работу. Сейчас мы едем на московский вокзал встречать Михаила, а потом едем забирать прекраснейший автомобиль Toyota Versa. Во-первых, сейчас на рынке много обманщиков, которые продаются скрученными пробегами, в чем я сам убедился лично, обратившись единоразово на единый осмотр в Москве. Битые, скрученные, да, либо имеют какие-то залоги. Я решил, что не стоит рисковать большой суммой денег ради получения качественно достойного товара, и поэтому решил обратиться ребятам-профессионалам, которые справятся и, как убедился, справились со своей задачей. Ну что, заказ закрыт, и эта шикарная Toyota Versa сегодня отправится в Москву. Немножко хочу рассказать про этот автомобиль. То есть это полноразмерный японский семейник, полноценный мини-вэн, имеющий под капотом 1,8 литра и коробку-вариатор. То есть это бесступенчатая коробка с семью передачами. Этот вариатор очень сильно отличается от вариаторов, которые ставились на те же Nissan. Поэтому и жалоб на эту коробку в основном у владельцев нету. То есть 150, 200 и 300 тысяч проезжают исключительно на замене масла в этом вариаторе. В Москве были разные претенденты, разные претенденты, но почему я выбрал именно Клинликар в Питере? Будет в марте, наверное, год, как я смотрю ваш канал. Все отчеты. Мне нравится подход к вашей работе, честность, без скрытия каких-то моментов, нюансов. Единая стоимость подбора независимо от ценовой категории автомобиля. Это одни из ключевых моментов, которые повлияли на мой выбор заключиться с Клинликаром на подбор. Это у нас подобран именно рестайлинговая версия, где уже идет линзованная оптика. Это пятиместная Toyota версия. Мы изначально искали семиместную, но состояние автомобилей на рынке, к сожалению, удручает. И когда выскочил вот этот вариант с пробегом 40 тысяч от одного владельца, с которым мы уже связались, конечно, тут уже не приходилось выбирать семьи или пятиместной. Состояние автомобиля действительно уникальное. Давайте посмотрим. Почему у нас не было сомнений по пробегу у этого автомобиля? Да просто даже по состоянию. Руль. Когда Мишу нашел этот автомобиль и произвел осмотр, и он созвонился с предыдущим владельцем, первый вопрос, который он задал владельцу, когда вы перешивали руль? На что поступил неожиданный ответ? В смысле перешивал? То есть у этого автомобиля пробег 40 тысяч, и каждый элемент интерьера говорит о том, что это правда. Никаких замятостей на боковинах, даже с водительской стороны. Никаких следов эксплуатации на ручке КПП и на руле. То есть все говорит о том, что автомобиль действительно только-только прошел обкатку. Комплектация автомобиля не топовая, но все, что необходимо для комфорта, здесь имеется. И здесь есть мои любимые фишечки в виде очечничка. И еще одна вещь, которую я обожаю в редких автомобилях, особенно это в компакт-венах и семейниках, это зеркало для наблюдения за задним рядом сидением. Это бомба. Уступил от Сереги заказ на Toyota Versa. Со словами очень простенький заказик, надо просто посмотреть несколько вариантов, ну и выбрать хороший. На самом деле все оказалось не так. На тот момент на рынке было выставлено по крайней мере 5-6 более-менее нормальных попадающих в параметры поиска автомобилей, но ни один из них не удалось посмотреть, потому что выбивались какие-то требования, либо количество владельцев, либо очень завышенные пробеги. С Михаилом, с нашим клиентом, стали рассматривать альтернативы и в итоге нашли неплохой вариант Mazda CX-5. Я ее осмотрел, мы все оговорили, все детали. Он уже собирался покупать билеты из Москвы в Петер, чтобы ее забрать. И я на следующий день собирался ее досмотреть с подъемником, с диагностикой окончательной и оставить залог. Но мы не любим такие поиски, которые заканчиваются закрытием автомобиля, не тех, которых изначально хотел клиент. На утро следующего дня выскочил автомобиль, выскочил объявление с автомобилем. Именно то, что искал Михаил. Машина оказалась сказкой, ни одного украшенного элемента. Один владелец, 40 тысяч километров пробега. Два комплекта резины, которые мы тоже не заявляли. То есть по многим параметрам она превосходила заявленные требования. Таких сказочных вариантов не бывает. Они бывают крайне-крайне редко. И не хотелось даже ехать по нему, по этому объявлению. Но когда я приехал и полностью перепроверили эту машину, она оказалась вот именно та. Осмотрел машину я первую. Машину сняли с объявления, с продажи. И через неделю приехал наш клиент, ее забрал. В целом я, естественно, доволен. Я получил ту машину, которую я заказывал. Даже превзошло ожидание пробега машины. То, что она без единого окраса. Даже косметики там нет. Полная прозрачная история обслуживания. Все, что хотел, я получил. Работой компании я, на самом деле, в целом доволен. Мне сейчас сложно говорить, если есть какие-то, может быть, минусы. Мне, может, надо это проанализировать. Там со временем придет. На данный момент нет. Я получал вовремя отчеты в просмотренных автомобилях. Со мной Михаил всегда созванивался. Сразу мы с ним напрямую общались. Что это даже сокращало время. И составляло удобство в общении. В отличие от какой-то переписки. Понравилось то, что встретили на вокзале. Сразу привезли на место. Мы ни в чем не спешили. Посмотрели. Действительно проверили автомобиль. Пообщались. Какие-то нюансы выявили. Поэтому для меня минусов в работе компании Клиниликарп в настоящий момент нет. Ну и финальный вопрос. Тебя заставили все это сказать? Конечно же заставили. Нет, на самом деле все идет от чистого сердца. Пообщавшись с ребятами из компании, ты понимаешь, что они располагают к себе честной и добросовестной работой. Говорить больше нечего. Все понятно. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Вам всем спасибо. 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 Спасибо.